Я считаю, размер не важен. Сейчас мы это и проверим. Ну вы даёте. Чего? Это что? Итак, ребята, сегодня на уроке рисования мы нарисуем дерево. На своё усмотрение нарисуйте дерево большое, маленькое, зимнее, летнее. В общем, занимайтесь. Субтитры подогнал «Симон» Настя, а почему дерево такое крошечное? А какая разница? Ну как это какая? Мне что, его под лупой рассматривать придётся? О, вот у Ярик молодец. Молодец, Ярик, хорошо. Серёжа! Это что такое? Ну нельзя же так, ты мне всю парту испачкал. Почему твоё дерево такое огромное? Так это же дерево, оно должно быть огромным. Ну не должно же оно выходить за пределы листа, оно должно туда помещаться. Да какая разница? Я считаю, размер не важен. Главное – это красота. Да, мне тоже так кажется. Ах, так вот, да? Ну и зачем ты урок срывал? Ой, ты тоже молодец. Ей и твоё крошечное дерево не понравилось. Да хватит вам ссориться. Сейчас она ещё с директором вернётся. За то, что урок срывали. Значит, говорить о размере не имеет значения, да? Сейчас мы это и проверим. Сегодня у нас будет челлендж. Ого, какой это челлендж? Не нравится мне это всё. Убирайте свои листики с парт, сейчас узнаете, какой челлендж. Ого, вот это хот-дог. Вау. Сегодня на уроках в качестве исключений я вам разрешаю кушать. Но только то, что вам достанется по жребию. По жребию. Да, по жребию. Тянь и Настя. Мне средний. Что? У меня маленький. Ну, значит, яйку достается большой. Вау. Этот хот-дог такой маленький, он не на один зуб. Это нечестно, я вообще им не наемся. Ну, так выпал жребий. Это правило челленджа, Серёж. А мне как раз самое оно. И не большой, и не маленький. Какой гигантский хот-дог. Никогда не ел таких хот-догов. Ну всё, у меня пустая тарелка. Я ничего не понял. А с какой же стороны его откусить? Я уже не могу есть. Классно тебе. А я и ничего и не понял со своим миниатюрным хот-догом. Серёж, давай я тебе свой хот-дог отдам. А то я уже не могу есть. Конечно хочу. Серёжа, стоп. А это уже не по правилам челленджа. Каждая съедает то, что ему предназначено. Э, ну я уже не могу есть. А Серёжа наоборот голодный. Правило есть правило. Вот грымза. Лучше бы мне отдала. Ну что, всем понравились ваши грым, да? Да. Да. Нет. Очень хорошо. Потому что пришло время тянуть новый жребий. Теперь начинаем с Серёжи. Настя. И я. Как здорово. Мне большое попалось. Мне в этот раз среднее. Тоже неплохо. Блин, ну что мне так не везёт. Опять маленькое. Вот и отлично. Я пока пойду схожу за едой. А вы сидите тихо. Не шумите. Знаете, пока я сидела, я уже сходу даже проголодаться. Я не сильно. Я голоден, как волк. Думаете, учитель что-то принесёт вкусненькое? Ой, я бы в этот раз что-нибудь сладенькое бы съела. Я тоже. Я бы съела гигантский глазурный пончик. Ой, или огромного жаленого медведя. Ой, а я бы хотела большой пористый шоколад с орешками. Так, Серёжа вроде маленькие попали. М-м-м-м, почему так мало? Настя, большие. А это мне уже нравится. Ну и я и у средние. Ну, тоже неплохо. Я очень люблю чипсы, но тут их очень мало. Как бы я хотела какую-то банку, как у Насти. Ребята, я бы тогда точно со всеми вами поделился этой банкой. Неплохо. Тут целых три банки внутри. Интересно какой-то новый вкус. Надо попробовать. А у меня паприка, но мне сойдёт. Никогда не ел чипсы на десерт после огромного хот-дога. Так, что у нас там за вкус? М-м-м, неплохо. М-м-м, класс, обожаю этот вкус. Мне тоже зашло. А у меня уже все чипсы закончились. Ну, не расстраивайтесь. Скоро я вам принесу ещё кое-что очень классное. Пока не сдают эти свои чипсы. Лишь бы мне попасть большая еда. Лишь бы мне попасть большая еда. Пожалуйста. Серёж, ты что там бормочишь? Я хочу, чтобы мне теперь попасть большая еда. Уже скоро конец урока. А это значит, что я ничем вкусным не наелся. Ой, а я неплохо наелся. И я. Вот и я хочу, как у вас. Жалко, что нам нельзя делиться. Да, и точно. Я бы с тобой поделился. Аж в животе пурчит, когда смотрю, как вы едите. Серёж, держи. Мне всё равно одной нога. Ну, вы даёте. Но я всё-таки надеюсь, что мне выпадет большая вкусняшка. Ну, мне всё равно, что мне выпадет. Я всё равно уже наелась. И я наелся. Ну что ж, ребят, давайте сворачивайте свои чипсы и пора тянуть новый жребий. Так, ну что ж, ребят, последние жребии. И на этом наш челлендж сегодня закончится. Начнём с Ярика. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ура, наконец-то мне попалась большая. Серёжа, ты зачем так кричишь? Ой, простите. Просто мне наконец-то повезло. Ура. Да тише ты, тише. А то сейчас ко мне директор придёт от твоих криков. Ну, а мне маленькая. Ну и хорошо. Я так наелся. Если бы мне выпало большое, я бы, наверное, угол. А мне среднее. По-моему, лучше всего. Ну что ж, когда вы все уже знаете, что вам выпало, я вам вашу еду принесу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Чего? Это что, проколи? Ну да. Очень полезные, между прочим. Блин, я их ненавижу. А мне ещё и большие попались. Ой, Серёжа, не причитай. Размер же не имеет значения. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ребята, она уже так воняет. Настя средняя. Ну и Ярику досталось меньше всего этой вкусняшки. Вот и хорошо. Фу, как хорошо, что их было. Если честно, я не сильно люблю брокколи. И хорошо, что мне попались маленькие. Вкусно бы мне попались маленькие. А мне если вкусняшку, так маленькую. А брокколи огромную. Ребят, какая мерзость. Фух, наконец-то звонок. Ещё немного этих брокколи, и я бы не выдержал. Ну как, ребята? Вы всё ещё считаете, что размер не имеет значения? О нет, размер имеет значение. Да-да, я тоже это поняла. А я всегда думала, что размер очень важен. Да уж, и мне с размером сегодня не везло. Ладно, возможно, завтра тебе достанется что-то вкусное. Завтра? Завтра? Да, завтра продолжим наш челлендж. Так что, ребятки, тщательно готовьтесь к уроку. Ребят, напишите в комментариях, что же лучше. Большое, маленькое или среднее? Поставьте лайк. И обязательно не забудьте подписаться. И всем пока!